Всем привет! Это канал Фимский Сандерленд с этого сезона, с обновления весенней части. Я пробую искать, так скажем, в кавычках говорю сразу противников, соперников, то есть вот те команды, с кем нам предстоит встретиться в весенней части, пообщаться с ними, поспрашивать об их команде о каких-то там интересных моментах, потому что чаще всего за пределами РПЛ мы особо, так скажем, не знаем каких-то внутриков команды в наших соперниках. Поэтому было бы интересно, и возможно моему собеседнику тоже может что-то интересное будет узнать об Уфе, потому что, как ни говори, у нас пути в последнее время, к сожалению, немножко схожи получили, схожими. Часто пересекаются, да, всем привет, друзья, на связи Волгоград. С разом тогда представлюсь. Меня зовут Адиль Задоров, я комментатор матчей первой и второй лиги. Ну, здесь сегодня я представляю Волгоград и Ротор, но просто потому что живу в Волгограде, ну и, соответственно, полагаю, что о Роторе я знаю немного больше, чем коллеги из других городов. Ну, тоже неплохо, по крайней мере, ты присутствовал на это Волгоград аренником. Я так понимаю, в этом комментировал матч Ротора? Да, не раз. В том числе, кстати, я комментировал и матч Ротор Уфа в первом туре. И, разумеется, я начал репортаж с темы градусников. Ну, вернее, даже не то, что я начал. Там просто программка была потрясающая у Ротора. На такие капель типота и было написано, что будет жарко, но не настолько, чтобы отменять матч. Ну, так уж получилось, что с того самого нашего злосчастного вылета из премьер-риги Уфа ассоциируется с градусниками. Хотя, на самом деле, если уж быть объективными, да, если уже отринуть там пристрастие командам и посмотреть на ситуацию со стороны, но это уже была проблема Ротора. Надо было просто выигрывать у Рубина, и все. Согласен. То есть, когда от них зависело... Ну, в любом случае, мы же тоже, когда вылетели из Оренбурга, мы искали... Многие проблему искали, допустим, у нас во вратаре, который пропустил мяч, который, ну, там, не самый сложный был для того, чтобы его парировать. Ну, вот так. И многие винят защитника Химок, получается, из-за того, что он травмировал нашего основного вратаря Белинова. Ну, то есть, возможно, все бы пошло по-другому, если бы и не это. Но это вот слагательное наклонение. Ну, если бы это требует... Да, да, да. Особенно у болельщиков работают. Ну, да-да, давай как раз начнем с первого матча, вот с Ротор Уфа, который был в третьем туре, если не ошибаюсь, именно по турнирной сетке. Матч действительно получился жарким, и я там смотрел, прям очень много болельщиков было. К сожалению, там сейчас вовсе не так много болельщиков ходит на Уфу, и для меня было очень так приятно видеть практически заполненные, по крайней мере, на камеру трибуны. Очень заполненные. Это нормальная ситуация для Волгограда, когда тепло, условно, 15 тысяч на Волгоград-арене, это немного. Это нормально, это, в общем-то, стандартная явка, потому что все-таки славные традиции Ротора, которые передаются там у болельщиков из поколения в поколение. Буквально вчера мне один представитель фан-движения звонил, сказал, что в этом году движению исполняется 40 лет. Представь, да? Вот 40 лет, но это возьмем даже по максимуму 4 поколения уже, можно сказать, болельщиков. Но это много. Поэтому Волгограде футбол любят и даже во вторую лигу, даже если, я вспоминаю, когда Ротор возродили, кажется, это был 15-й год, играл Ротор в так называемом КФК, но еще любительские соревнования, 3-й дивизион, можно именовать по-разному, даже тогда приходили болельщики, была фанатская Торсида, которая скандировала, поддерживала, ну а дальше была уже 2-я лига, 1-я РПЛ, ну, понятное дело, что наше нахождение в РПЛ немного, так скажем, усложнило по части явки болельщиков, потому что это была пандемия, но в любом случае Ротор будут ходить всегда. Нам хотелось бы, чтобы у нас было тоже, я хотел бы, вот, я начал говорить о том, что у нас немножко схожая судьба, да, по поводу вылетов, как вообще вот в Волгограде переживается в этот момент, потому что вот я говорю как болельщик, который чуть-чуть, да, видел эту ситуацию со стороны, получается, Ротор вылетел, Ротор вылетел в начале в первую лигу, в этом же сезоне вылетел во вторую лигу, все ждали возвращения обратно в первую, и Ротор, насколько помню, третье место занял в своей подгруппе во второй лиге, и в итоге они не вышли, получается, наверх. Как вот болезненно, насколько болезненно, так скажем, для болельщиков был этот момент, потому что клуб с большими традициями, я сам, допустим, говорю за себя, еще маленьким там ребенком смотрел, как есть, потом забиваю, да, и тот же самый сейчас Олег Веретенек, в котором надо было. Ворота Овчинникова особенно. Да, да, да. Слушай, ну, если говорить о том, как болельщики перепислили, ну, понятное дело, что было тяжело, когда команда просто за два года проделывает вот два прыжка вниз, но, с другой стороны, ничего трагичного не было. Я повторюсь, Ротор в Волгограде определенная группа болельщиков, это очень большая группа, любит и будет любить всегда. И в какой бы лиде Ротор не выступал, его будут поддерживать, на него будут ходить. Потому что Ротор, ну, это такой символ Волгограда, это, в общем-то, если говорить о достопримечательностях Волгограда, ну, Ротор, это, наверное, то, что, ну, как бы высокопарно не звучало, а в любой точке земли, скорее всего, хотя бы один человек узнает. Если услышишь Волгоград, то, скорее всего, ассоциация с Ротором у кого-то будет. Поэтому, разумеется, Ротор поддерживает. Кроме того, да, конечно, когда в прошлом году не вышли, там, проиграв борьбу, болельщики, как всегда, были недоволены, но болельщик редко бывает доволен на тонны болельщик. Это нормально. Даже если команда пять лет подряд будет на первом месте в премьер-лиге, то все равно найдутся те, кто будут говорить, что, да, игра немного не та, слушайте, да, состав все равно хотелось бы иной, да, вектор развития поменять. Ну, всегда. Это нормальная история. Когда болельщик будет полностью доволен, он перестанет быть болельщиком. Ну, а все-таки, что немного успокаивает и, наверное, успокоило болельщиков, то в новом формате вторая лига стала, ну, очень интересным турниром. Просто шикарным. И первой лиге ни по уровню конкуренции, ни по качеству футбола, наверное, сейчас вот золотая десятка уж точно не уступает. Ну, кстати, соглашусь, потому что у меня были немножко другие ожидания, когда Уфа вылетел, я вообще не следил за клубами второй лиги. И, как оказалось, там точно не одни мальчики-дебетя сидят. И очень-очень все конкурентно. Вот. Это сейчас вторая лига, ну, как говорила Евгения Шеленков, президент Сверисса, что это первая лига-стрих. Как он выражался? Ну, это правда. Там особого отличия нету. И по бюджетам сейчас посмотреть, что там Челябинск творит на трансферном рынке. О, да. Что, это как-то от первой лиги отличается? Да, извиняюсь, я тут чуть-чуть картинку испортил, потому что, начать у меня проблемы со звуком были. У нас в любом случае как формат. И тоже Челябинск что творит. Ну, и вообще. У нас в любом случае, посмотри, там, на трансферную политику многих клубов из золота. Да, но все очень солидно. Согласен. Там и зарплаты, кстати, и очень приличные у футболистов. То есть раньше как было для футболистов. Сказать, что во вторую лигу пойти, ну, это просто... Валакаси сейчас любые говорят, да, зашквар. Что такое вторая лига? Это дно. Сейчас отнюдь не так. Сейчас вторая лига – это такой же элитный футбол, как лига первая и как РПЛ. Согласен, согласен. Вот, кстати, по поводу Челябинска, очень они, конечно, впечатляют своими амбициями, так скажем. Потому что когда они выходили на лигу, точнее, в группу золота, да, из серебра. Точнее, я уже запутался, да, из серебра. Да, они из серебра в золото подняли сейчас. Да, да, да. И вот, ну, думалось, у нас в любом случае будет борьба. Опять-таки, я сейчас говорю с позиции Уфы, да, Краснодар-2, Ротор, Велес, наверное, Чайка, да. Ну, те команды, которые нам известны. А вот сейчас посмотришь на состав, да, там, Новосибирск, которого там, Медведев, так хорошо, так они именно как команда, похоже, сыгрались. Потому что там с четвертого тура, если не ошибаюсь, там лидерство, да, не опускают, свое не опустили. Там, ладно, Родина-2 тоже непонятно, но они всегда могут, они, допустим, с основной команды кого-то перетянуть при необходимости. Вот, и... Да, ну, единственное, видишь, Родине-2 просто не нужно наверх пока что, потому что развитие событий в первой лиге подсказывает, что в РПЛ Родина основная не пойдет, и, соответственно, Родина-2 останется во второй лиге. Согласен, но там тоже уж все может быть, потому что, насколько помню, в том году, когда Уфа еще тоже была в первой лиге, поэтому я следил, Родина, она занимала какое-нибудь там десятое место на тот момент, и она просто рыбок такой сделала во второй половине сезона и добралась до стыков. То есть там, понятно, Алании нельзя было, стадион, это уж там другая история. Поэтому я бы еще не списывал Родину со счетов, ну, в теории, потому что все может быть, тем более у них сменился главный тренер на испанского, там, Артигу, поэтому все может быть. Вот, а так, если брать в целом, то действительно Челябинск ведет себя такой барин, у которого появились два друга деньги, и он просто вот так вот пуляет ими, покупает там с Балтики игроков, да, капитана Балтики, покупает там тот же Казаев, Основ. Ну, причем, знаешь, это удивительно было для меня, потому что я буквально вот в начале сезона общался с Челябинском, с бывшим челябинским, ныне московским коллегой Никитой Корнеевым, который совсем недавно в столицу перебрался. Но он был главным спортивным журналистом, по сути, в Челябинске, поэтому за всем очень активно следил, и вот когда возродили только профессиональный футбол в этом городе, когда появился футбольный клуб Челябинск, он там ездил на матчи, смотрел, следил. И он мне говорил, слушай, Челябинск в этом сезоне перестал быть для меня чем-то понятным, потому что сменился почти весь состав, и вообще не очень понятно, есть ли у них какие-то цели и задачи, но просто вот команда существует и существует. То есть это вот я слышал примерно, наверное, в августе. Но затем ситуация, как мы видим, лихо поменялась. Да я в целом, знаешь, тоже, как я это вижу, ситуацию, многие команды, они выступают, то есть они не сильно ожидали, что, например, выйдут золото, и если вот вышли, понимают, что перспектива, в принципе, она есть. Вот сейчас 18 туров, все может произойти, и тогда уже первая лига, а там уже и РПЛ, типа, недалеко. Ну, в теории можно эту ситуацию лить так, потому что тоже взять Муром, да, который вообще, ну, я слышал, что они вообще не хотят первую лигу по финансовой возможностям, да, но при этом... Я тоже это слышал, да. Да, и при этом они просто берут более там богатые клубы, типа Волги Ульяновск, которая только недавно с Зенитом, да, играла в Кубке России, до четвертюнала, с не ошибаюсь, доходила, и они выходят, а Волгу нет. Поэтому в этой ситуации вообще непонятно, и людям кому-то захотелось, но опять тут много, у государственных клубов очень много зависит от позиции власти имущих, так скажем, потому что вот губернатор захотел, вот деньги появились на футбол, поэтому тут тоже этот фактор нельзя. Да, причем, знаешь, там же иногда смена власти происходит, и появляется человек, там, не обязательно даже на уровне губернатора, появляется председатель спорткомитета местного, которому интересно. У него есть рычаги административный ресурс, он привлекает какой-то бизнес спонсоров, у клуба появляются деньги, и вдруг появляются задачи. Поэтому здесь все очень стремительно, очень лихо меняется, поэтому, скажу банальную вещь, расслабляться нельзя никому. Как принято говорить, тренеры всегда говорят, расслабляться нельзя. К сожалению, бывает и обратное, но в этом сезоне, слава богу, по крайней мере, за осеннюю часть, вроде бы никто не канул там в футбольную небесную лигу, если я, конечно, ничего не упустил. Слава богу, пока ничего обратного не произошло, пока только прогресс. Ну, в золоте точно нет, по крайней мере, потому что единственное, СК Ростов-Басты в меди-лигу пошел, ну, из последних таких новостей. А так, да. Это, конечно, печально. Это, с одной стороны, печально, с другой стороны, ну, слушайте, если клубом владеет человек из мира шоу-бизнеса, то, наверное, ему самому, как руководителю, и людям, которые с ним работают, будет более комфортно в сфере шоу-бизнеса, нежели в сфере относительно чистого спорта. Возможно, да. Потому что медиа-футбол, это все-таки больше шоу-бизнес, чем спорт. Конечно, конечно, конечно. Там, смотри, как Иван Гатагов прыгает условно. Это, конечно, очень весело. Но для болельщиков со стажем, это, конечно, наверное, очень тяжело принять сейчас этот период истории. Но, опять, мы сейчас не об этих клубах говорим. Вот смотри, мне тоже вот интересно, как вообще вот в Волгограде восприняли отставку Стукалова. Потому что наверняка, когда он приходил в ротор, ну, большие амбиции были связаны с ним, так как все-таки тренер уровня РПЛ считался перспективной. Да, Уфа вылетела, но там все говорят, что по XG, там, и по другим метрикам Уфа не должна была вылетать в этом сезоне. Это мое любимое. Это мое любимое. Я сразу вспоминаю Артема Анатольевича Куликова. Когда проиграли, ну, когда он тренировал ротор, проигрываем дома, там, и, по-моему, 1-5. После этого в каком-то экстремном режиме собирается пресс-конференция. И где он рассказывает, что, да если посмотреть, там, почти по всем статистическим показателям, мы были лучше, мы больше пробежали. Артем Анатольевич, ну, 1-5. 1-5, какая разница, кто, сколько пробежал. Это очень плохо, если вы больше пробегаете и все равно проигрываете. 1-5, это катастрофа. Поэтому все эти показатели, это, конечно, да, мы, особенно комментаторы, любим обращать на это внимание. Но, как показывает практика, это далеко не главное. Что касается Стукалова. На самом деле, почти весь Волгоград, после его старти, сказал, что это просто было сделано позже, чем стоило. Потому что команда не выполняет задачу в том сезоне, занимает только третье место, не выходит в первую дигу. И, соответственно, как бы, ну, сам понимаешь, тем более, что там было в роторе по ходу сезона, когда вот эти трения Федора Чербаченко, спортивного директора, и Алексея Стукалова. Причем, Чербаченко привел Стукалова. А в итоге так получилось, что Чербаченко оказывается за бортом. Стукалов остается, Стукалову даются все рычаги для достижения результата, а он его не добивается. Понятное дело, что болельщики, вроде, уже тогда сочинят. Может, нет, даже не так. Сезон закончился, сказали, ладно, у нас хотя бы есть тренер, пускай дальше работает. Но вот, как стартовал следующий сезон, сразу все поняли. Причем, среди экспертов были люди, которые говорили, нет, сезон закончился, надо сразу убирать Стукалова. Болельщики некоторое время верили, провальный старт сезона, и начали говорить уже о том, что Стукалова нужно было убирать раньше, чтобы появился новый тренер, и он готовил команду к новому сезону. Поэтому, и, кстати, до сих пор получается Алексей Борисович без работы, правильно? Ведь он там нетрудно устроился, по-моему, за эту зиму. Но при этом, я не знаю, сейчас, как я слышал, вот Рашид Магомедов, который в первой части сезона за ротор выступал, он перебрался в нефтесимик. И я слышал, что Стукалов в этом какое-то определенное участие принял. Я не знаю, каким именно образом, может быть, просто к нему обратились за советом, за рекомендацией, потому что в ротор Магомедова тоже привозил Стукалов. Но в любом случае, Алексей Борисович, конечно, себя в яму загнал. Потому что сейчас это тренер, который с большим перерывом в работе, несмотря на то, что тренер молодой, плюс тренер, который вылетел с Уфой, а потом не смог подняться с ротором, и плюс все-таки вот эти все тренеры, которые были внутри Волгоградского клуба, мне кажется, они тоже шлейфом за ним, хочешь или не хочешь, идут. Поэтому, возможно, Стукалову сейчас не так легко. Согласен. Хотя, с другой стороны, опять же, в наших российских условиях, да и не только российских, а вообще в мировых условиях, когда просто молодых тренеров сейчас практически нет, их очень мало. Но, конечно, хочется, чтобы люди, которым до 45-50, они были в пределе, потому что у них все-таки, наверное, есть возможности и желание для того, чтобы прогрессировать. По Стукалову соглашусь, но сейчас он как раз себя более медийно себя показывает. Во-первых, когда еще он был тренером ротора, он же в подкасте выступал, да, тоже. И я вот недавно как раз смотрел шоу «Это футбол брат», где он там с Гурцкой и все в этой грязки монетам обсуждали межсезонье. Поэтому так потихоньку появляется на новостном поле. Но я, насколько помню, его с клубом первой лиги. Правильно делает, правильно делает. Он, кстати, в этом плане, извините, что перебил, ему надо отдать должное. И во время работы в роторе он понимал прекрасно важность медиасоставляющей, как лично для него, так и для клуба. И он этому довольно серьезное внимание уделял. Ну, как раз это и есть понятие современного тренера до 50 лет, который понимает важность медиа. Вот к вам пришел Сергей Попков, да, во-первых, тоже, как оценили. И вот когда только пришел, понятно, не оглядываясь на результат итоговый, как восприняло тоже, как, может быть, лично сам воспринял его приход с воодушевлением каким-то, либо и как болельщики, возможно, если видел общую там тенденцию, так скажем. Кстати, ты очень правильно поставил вопрос, потому что я хотел рассказать именно от себя и что видел вокруг сторон болельщиков. Какой была реакция болельщиков? Ну, опять же, то, что я читал в соцсетях преимущественно, это то, что да вот, кого он там тренировал, работал в Казахстане в не самом благополучном клубе, да и тем более возраст 60 лет. Сначала вот у многих примерно такая была реакция. Как воспринял я, у меня посчастливилась работа с Сергеем Попковым еще, получается, уже 12 лет назад практически, когда он был здесь министром спорта в Волгограде некоторое время. И посчастливилось, почему я говорю, потому что я тогда понял, что это очень достойный, очень умный человек. Как тренера, скажу честно, я его не знал, но давайте откровенно, кто из нас за чемпионатом Казахстана, следит за клубом Окжет Пэс. Но я спрашивал старших коллег, которые застали Попкова-тренера, работающего в Волгограде, еще в той же Олимпии, сказали, что это очень хороший тренер, очень умный специалист, очень хороший мотиватор и очень сильный тактик к тому же. То есть все качества необходимые тренеру есть. И, в общем-то, поэтому я в этого специалиста поверил, разумеется, потому что мое просто положительное отношение к нему как к человеку и как к управленцу, а тренер это все-таки в том числе и управленец, плюс все-таки мнение коллег, которым я доверяю. Все это сложилось, в общем-то, сформировалось в серьезную надежду на Сергея Попкова. И, в общем-то, надо сказать, он ее оправдал. Он ее оправдал. Единственное, конечно, сейчас можно задавать вопросы по трансферной политике, которую Ротар провел, потому что в том числе и главный тренер для него, конечно, ответственен. Но, опять же, я никогда не берусь судить команду и отдельных футболистов по товарищеским матчам. Поэтому дождемся возобновления сезона. Наверное, посмотрим туров 5-6. И тогда уже я возьму судить, кто такой Биг Султан Шамши, кто такой Руслан Болов, кто такой Алексей Усанов. Честно, я вот человек, который довольно активно следит за первой лигой. Я не помню такого футболиста в торпедо. Он, оказывается, по ходу сезона 7 раз на поле выходил, 11 в кубке, 6 в чемпионате. Но вот правда не помню. И когда объявили о подписании, я думаю, так, ребята, это кто? Надо посмотреть. То есть по трансферной политике могут быть вопросы. И, опять же, я об этом у себя, кстати, в Телеграме писал. Расстались с тем же Магомедовым. Понятное дело, человека год целый преследуют травмы и не дают ему заиграть. Но все равно это футболист, я считаю, для этой лиги очень высокого уровня. И, честно говоря, в Болове, Мусине или Лавричеве я не вижу нападающего сильнее, чем Магомедовым. Но, опять же, это мое видение сейчас. Дождемся начала сезона, тогда будем делать выводы. В любом случае, Сергей Попков, придя в команду на тот момент, ну, конечно, вдохнул новую жизнь. И в футболистов, и в игру команды, да и, надо сказать, в общественность. В Волгограде стали гораздо позитивнее отзываться о роторе. И появилось, опять же, больше надежды, больше веры в то, что команда вернется, ну, не прямо уж на полы и высоту, но хотя бы для начала в первую лигу. Ну, кстати, вот пока ты говорил, у меня, наверное, похожие какие-то ассоциации, потому что у нас, ну, реально, говорю, ротор и Уфа в последнее время очень много параллелей. Потому что, опять же, вот вы сменили, да, Алексея Стукава, при том, который медийно очень такой, ну, по идее, хороший, да, тренер. У нас Сергей Итальевич Гуренко, который тоже по имени, да, понятно, многие связаны с Локомотивом, и я в том числе. Очень тоже искренне на пресс-конференциях. Ну, вот его убрали. Я изначально воспринимал это негативно, ну, то, что убрали. И при этом тоже сейчас вот сменился тренер. Например, понятно, что у нас он остался своего тренерского штаба, но в любом случае смена произошла. И это тоже вдохнуло какую-то новую жизнь, и команда там побежала, так скажем, если по-простому говорить. И тоже в общественном мнении, потому что Уфа соскучилась по победам, особенно, знаете, по ярким победам, когда там тренер победы, там, и на характере победы. Потому что в том сезоне этого катастрофически не хватало, но, понятно, команда вылетела. Там очень ужасный сезон, ну, прошлый был. Поэтому, я говорю, вот у нас очень схожа в чем-то судьба на текущий момент. Ну, вот мне бы, конечно, вот сразу там хотелось бы сказать то, что я бы хотел, чтобы судьба по итогу сезона совпала, в плане того, чтобы и Ротор, и Уфа вышли в первую лигу, ну, то есть выполнили свою задачу. Потому что, действительно, конкуренция бешеная. Хотелось бы. Да, конкуренция сейчас очень бешеная. Я вот углубился вот как раз с этого сезона именно во вторую лигу и понимаю, что вот очень достойный. И многим, кстати, очень помогли трансферы в сентябре. Тот же, например, приход Ильи Кутепова, Верес, он тоже очень сильно помог и ментально, возможно, команде. И вообще, по результату, если команда выполнила тот же приход Самсонова, например, в Уфу. Такие, знаете, вот у меня ощущение, что взяли таких опытных игроков. Спасибо Клотету и его странности. Вот, кстати, да, вот именно так очень помог. Как бы, там, хотелось сказать ему спасибо. Единственное, я не знал, испанский задал, поэтому там более-менее стандартные вопросы на пресс-конференц, когда мы вот торпеду в Сенате прошли в этом сезоне. Ну, кстати, вот по Кубку России тоже неплохо. Мы тоже примерно вроде на одной стадии остановились, что Ротор, что... Ну, у вас во Владивостоке, если не ошибаюсь, да, был выезд Кубковый? Да, во Владивосток был выезд, там проиграли, к сожалению, но надо учитывать сразу ряд факторов. Во-первых, команда, да уже, кстати, не первый сезон, почему-то Ротор преследует травмы. Травмы, травмы, травмы по ходу прошлого сезона, по ходу сезона текущего. И это, конечно, усложняет. И именно в тот момент, когда нужно было лететь в Владивосток, там чуть ли не половина основы находилась в лазарете, соответственно, туда летит молодежь. И эта же молодежь выходит на поле, там, по-моему, сразу три футболиста были, которые, в общем-то, за основу до этого вообще не играли. И, понятное дело, добавляем, да, что перелез во Владивосток, акклиматизация и все прочее. В общем, команда была в таком состоянии, в котором победить кого-либо вообще было довольно-таки сложно. Плюс на тот момент было важнее выправить ситуацию в чемпионате. Потому что, когда мы говорим о чемпионате и кубке, неважно, в какой лиге клуб выступает, приоритет все равно отдается чемпионату. Но если это не какая-то команда, которая идет просто там в серединке где-нибудь в первенстве и понимает, что она не вылетит, высоко сильно тоже не поднимется, поэтому, да, наверное, можно сделать упор на кубах, но такое бывает очень и очень редко. В основном всегда приоритет отдается чемпионату, а ротор тогда был обязан ставить именно первенство выше кубка и акцентировать внимание на нем. Ну, в итоге все правильно. К сожалению, вылетели, но опять же, да, все, как бы, ну, невелика потеря в таких случаях, стоит сказать. Тем более при нынешнем формате кубка, ну, пока там доберешься до команды из РПЛ, которые могут тебе помочь собрать, ну, в случае с Волгоград-ареной, ну, наверное, вместо 15 тысяч 25, да, или вместо 20 30. То есть, ну, не так, что приходило 5000, а тут пришло 40. Не такая великая разница. Ну, пока туда доберешься, это огромный путь. Согласен, согласен, но зато хотя бы заработали немножко денег, потому что призовые, с учетом сейчас прихода букмекеров, оно тоже имеет значение, поэтому в любом случае доход до этой стадии, он принес там неплохие деньги. Я там что-то смотрел, но сейчас не вспомню конкретную цифру. Да, публиковали, да, публиковали суммы, я не помню, честно, насколько там, ну, это, конечно, тем более, опять же, УФА, это ведь тоже бюджетный пункт, правильно? Как и РОТОР, а тут, ну, небюджетные деньги, они лишними никогда не бывают. Согласен, вот, кстати, хотел спросить, ты как сам вот считаешь, правильно ли политику? Ну, я сейчас возьму как раз, опять-таки, схожесть УФА и РОТОРа, вот сейчас эту зиму взять, ну, не могу сказать, что была массовая там закупка и переселение душ, так скажем, из одной из одних команд в другую, по типу Челябинска, опять-таки, если сейчас взять, и там Велес, например, которая там половину Балтики Буфу, наверное, забрала, ну, там, потому что Грищенко тренировал их, вот, а УФА, РОТОР, они, как бы, можно сказать, точечно, понятно, что, может быть, у нас тоже есть вопросики небольшие по поводу фамилии, которые к нам пришли, ну, непонятно, опять, но если это результат даст. Я задам сейчас, кстати, тебе. Да, 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 ну, вот вообще, вот, как ты считаешь? По поводу фамилии, ну, давай, выскорюсь ты о Расуле Гастарове. Расул Гастаров, вот, по-моему, я сделал, так вот, для себя небольшую аналитику, во-первых, я помню его прекрасно, опять, его сложно не запомнить по его прическе, да, он сразу выделяется, потому что он с Енисеем как раз в том сезоне приезжал в Уфу, и мы брали у него такое флеш-интервью по окончании матча Атак по игре. С Енисеем я сейчас уже не помню, если честно, потому что больше за своей следил, потому что мы на грани вылета были. А вот если брать про Муром, вот смотришь, как я вижу эту ситуацию, он пришел, при этом начал вообще, ну, неплохо, он во втором матче забил гол, а на 90-й минуте там был 2-1 счет, насколько помню, против Чайки, возможно. И, то есть, вроде как хорошо начал. Потом он получил в одном из следующих матчей желтую карточку где-то на 11-й минуте, и его заменили где-то буквально через 15 минут. Похоже, он там еще сфалил, и был риск, то, что он еще, ну, то есть, еще будет фол, и его удалят. То есть, его заменили. Следующий матч его удаляют после, там, жесткого столкновения. После этого он выходит на замену... Там, там, против РТШ, по-моему, была игра. Да, да, против РТШ. То есть, следующий матч он выходит на 90-й где-то минуте, вроде как, если не ошибаюсь, на позицию центрального нападающего, чтобы, так скажем, там, в атаке, да, помочь. И на одну минуту. После этого 4 матча он сидит в запасе. И выходит только как раз с Ротером, насколько я помню, в последнем туре на последние, там, 10, грубо говоря, минут. То есть, как по мне, ну, я считаю, что, скорее всего, тренерский штаб Перевертайло просто потерял доверие к нему. То есть, он, видимо... Ну, я не знаю, опять, я не следил, я вот только в момент с Мурома посмотрел, вот, что да как, чтобы для себя понять. Я посмотрел статистику, в принципе, статистика была относительно неплохая для времени, сколько он, там, 300 минут сыграл, да. Но при этом, ну, видимо, есть в нем чуть-чуть жесткость такая, которая на грани фола. И какие-то судьи, ну, то есть, от судьи зависит, и он просто берет и получает желтые карточки. Но при этом, отмечу, что вот, два раза, ну, сколько смотрел контрольных матчей, у него неплохой первый пас. Он неплохо разгоняет атаки, вот он больше в центре действует. И вот он неплохо передает мячи и подключается, то есть, ну, я вот, что заметил, вот он в середине дает пас в бок. Сам идет сразу на набегание, то есть, либо на подачу, либо, там, сзади, то есть, как фоновый. Ну, то есть, вот, видение поля у него присутствует, вот я так скажу. Что, как аналитик нормально? Отлично, по-моему. Я по многим пунктам, в общем-то, согласен. Я у Перевертайла как раз спрашивал после матча Роттера Муром, вот сегодня у вас, наконец-то, вышел Гастаров, до этого четыре матча он пропустил. Это просто санкции по отношению к нему из-за красной карточки? Это дисциплинарная мера или что? Но он, как и все тренеры, разумеется, конкретно отвечать на вопрос не стал. Сказал, что Гастаров это очень хороший футболист, тем более молодой у него серьезное будущее, ему нужно работать. Что-то вот в этом случае, цитация не точная, возможно, с искажениями. Ну, в общем, в целом, просто я Расула знаю и лично, и знаю его брата Фархада, который был капитаном Чайки. Сейчас, к сожалению, по всей видимости, он карьеру завершит, потому что так и нетрудоустроился за эту зиму. Возможно, это упущение многих клубов. Ну, ладно, не буду судить тренеров и селекционеров, у всех свое видение. Что касается Расула, мне, конечно, он больше нравится, когда он играет немного повыше, а не в опорной зоне. Там как раз меньше необходимости его для этой жесткости. Он парень эмоциональный, это видно, и, конечно, это влечет определенные трудности, и чрезмерно эмоциональных футболистов не только судьи, но и тренеры не любят, понятное дело. И всегда есть риск того, что его из-за эмоций посадят на скамейку, ну, просто от греха подальше. Когда он играет немного повыше, он прекрасный распасовщик, у него есть удар, он хорошо видит поле, и, опять же, чем ты ближе к воротам соперника, тем меньше у тебя необходимости идти в какие-то жесткие стыки. Соответственно, снижается риск удаления или даже получения горчичника, ну, риск фола в любом случае. Поэтому, мне кажется, это на самом деле, если Расула правильно использовать, это очень хорошее приобретение по меркам золота, по меркам вообще второй лиги. Ну, а дальше все уже зависит от него и от того, как его будут использовать. Но в любом случае, я ставлю плюсик, я думаю, что в первых матчах Расул точно будет твердым игроком основы. Ну, вот здесь, кстати, если посмотреть контрольный матч, его как раз-таки чаще использовали именно как АПЗ, как атакующего полузащитника. Я потому что удивился, я... А он таким и был, понимаешь, он еще в том же Енисея, куда его забрали, по-моему, с Черноморца, в Черноморец его забирали, и сказал, он был больше как раз вот некой десяткой. Потом почему-то, если может быть по аналогии с братом, его сделали опорником, но все-таки Расул сильнее, когда он играет выше. Ну, и судя по матчу, мне кажется, он все-таки появится, наверное, либо в старте, либо на замену в матче с вашей командой. Так что да, Расул Гасарф интересный персонаж, но точно, как бы, мне кажется, он будет таким любимцем болельщиков в том плане из-за своей внешности, потому что, ну, любят у нас болельщики и людей, которые выделяются, так скажем. Ну, осталось, чтобы выделялся еще и по игре. Вот, да. В Волгограде, кстати, у Расулу тоже будет очень большая поддержка, потому что здесь очень много земляков, и даже видео есть. Просто семья Гастаровых, она родом из села, которая называется Кабахчоль. У меня прям видео есть от знакомых в телефоне, где просто Гастаров подходит в Волгограде после матча Ротмором к трибунам, и все так говорят, Кабахчоль, Кабахчоль. Так что у него тут персональная просто есть фан-база, так что все условия для того, чтобы себя проявили. Ну, я, кстати, у себя в Телеграме тоже про него писал, что хорошее усиление для Уфы, но только в первом матче чуть-чуть поспокойнее. Ну, посмотрим, посмотрим, потому что вот на данном случае у нас с тобой немножко разные интересы, как бы мы тут каждый хотим... Это нормально. Ты же в самом начале сказал, что мы противники. Да, да, да. Не, ну, в любом случае относимся с уважением. Мне, кстати, очень интересно, какая будет в этот раз программка у Ротера на матч с Уфой, потому что опять использовать градусник в этом, это уже будет, мне кажется, масло-масло. Это глупо. Во-вторых, это глупо во второй раз делать. Ну, во-первых, это глупо, а во-вторых, при астоше у Ротера сменился, так что, возможно, какие-то уже новые иные идеи пойдут. Ну, я пока могу лишь прогнозировать, наверное, что-то все-таки будет связано там с весной и с возобновлением сезона, потому что в этот раз это прямо вот первый тур. Кстати, интересно, а в календаре он будет первым или девятнадцатым? Первым. По идее, первым. Потому что новая команда. Да, 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 потому что это новая часть. Но здесь, да, и у вас сменился пресс от Ашекса, тоже интересный момент, потому что мне нравились обложки у предыдущих команд. Но, опять же, команда же не сменилась, наверное, только же глава, ну, пресс от Ашекса же ушел. Это же не один человек, как люди думают. Да, так что... Сейчас два человека в медиа-службе, есть пресс от Ашекса отдельный, есть и сама менеджер, оба вроде достаточно креативные люди. Ну, просто я знаю как старого пресс от Ашекса, так и нового. Старый, конечно, был посильнее, наверное, в первую очередь, за счет своего опыта. Человек все-таки сколько, ну, больше пяти лет проработал. Новый, ну, посмотрим, может быть, как раз свежие идеи, что-то тоже пойдет. Да, посмотрим, посмотрим. Ну, здесь мне всегда нравилось, у Ротера, я смотрю, креативно все равно относились именно с стороны медиа, плюс всякие конкурсы. Ну, для Ютуба, для вот таких прищепов у вас очень тоже выделяется во всяких таких челленджах, так скажем. Поэтому респект, плюс, если посмотреть по фан-базе, ну, опять, заполняемость стадиона, она сама за себя говорит, то есть футбол в Волгограде любят, потому что Уфа, я списываю на то, что Уфа более молодой клуб, потому что Ротер это с историей, потому что несколько поколений уже сменилось, ну, и там приводили, там, дедушка, сына, сын, там, своего сына, его так-так-так-так-так-так. Уфа все-таки, там, 2010-2011 года клуб существует, поэтому я вот еще не зародился, потому что даже я вот изначально приходил на Уфу, как, чтобы посмотреть на Динамо, например, чтобы посмотреть на Бальбуина, Жиркова и других таких там игроков. А во вторую очередь я даже, наверное, на первом матче не знал полностью состав команды и заявку. Сейчас же немножко уже по-другому, уже вот, особенно среди молодого поколения, люди, которые именно на Уфу ходят, вот, ну, конечно, нас очень все говорят, наверное, о том, что жаль, что нам не дали стадион чемпионата мира 2018, так бы намного было бы и проще, но имеем, что имеем, надеюсь, как бы у нас тоже все получится. Если у тебя вот, может быть, тоже по Уфе есть вопрос, то вообще, кстати, вот какие у тебя остальные породы? Я хотел задать как раз, да, я хотел. Можно я спрошу у кого-то человека, который никогда не бывал в Уфе? Слушай, помимо того, что у вас футбольный клуб молодой, но все-таки Уфа, это хоккейный, наверное, больше город, нежели футбольный, потому что Салават-Хюлаев, ну, это как в Челябинске трактор номер один, и пока, наверное, футбольный клуб Челябинск не дойдет до премьер-лиги и не будет завоевывать медали, он все равно не сможет превзойти трактор. И то же самое, наверное, по популярности, у вас все-таки Салаватом тягаться тяжело. Согласен полностью в этом плане, потому что, опять-таки, все дело и в истории, и так далее, и победа в том числе, потому что Уфы максимум, это Стивен Джерард, который приезжал на нефтяник, а у Салават-Хюлаев, Кабу, Багагарин и другие. Кстати, вчера на Адмирал я ходил. Ну, смотри, как минимум, если ты погуляешь по Уфе, то вероятность того, что ты увидишь человека в форме Салават-Хюлаева, там, какой-то символики, атрибутики, намного выше на текущий момент, чем Уфа. Потому что, когда Уфа была в РПЛ, все-таки была возможность, плюс сейчас в Уфу нет экипировочного центра, то есть свободно ты не купишь атрибутику, а Салават-Хюлаев и в торговом центре можно приобрести, каком-нибудь там популярном, да, условно, типа планеты. И фаншоп есть и так далее. То есть в этом плане, конечно, да, но сейчас Уфа переживает такой вот перестроечный, так скажем, период. Я думаю, что это все все-таки возобновится и работать там в фаншоп какого-то определенного, потому что я согласен, опять-таки, многие у нас очень трепетно относятся к сменам цветов, когда мы с красным перешли на фиолетовый. Но вот если брать именно как маркетинговую политику, это очень хорошо сыграло Суфой, потому что фиолетовый цвет, он все-таки в России не похож ни на кого. И тоже у нас очень много детей, именно которые ходят в школу Фокал-Фа, они ходят в этой атрибутике и очень выделяется, потому что фиолетовый, ну, такой прям ярко виден цвет, потому что там сразу понятно, у футбольных там болельщиков этой ассоциации с Фиорентиной, наверное, да, там, и другими такими похожими. Клубами, вот, ну, вот именно самоидентификация в этом плане, конечно, очень хорошо сыграла. Но у нас... Согласен, тем более болельщиков с Фиорентина в России немного, поэтому первая ассоциация все-таки будет с Уфой, а не с итальянским клубом. Но кроме того, что скажу правильно, что отказались от красного цвета, к вам будут лучше относиться в Волгограде, даже несмотря на градусы. Потому что в Волгограде красный цвет по части футбола, ну, это просто, это прямо вот красная тряпка. Понимаю, понимаю. Но, кстати, вот, что именно по маркетингу, мне нравится то, что у вашей команды спустя столько лет всегда практически вот ротор написан на... Это очень брендово. Мне сразу вспоминается, это СССР, когда сборная СССР играла вот именно... Я очень надеялся, кстати, когда вот Чемпионат мира 2018 запускался, потому что брендово очень было похоже на форму 88-го, если не ошибаюсь, года у сборной России. И вот если бы была бы Россия впереди, это было бы очень символично на тот момент. Вот. А так, да, вот мне вот в этом плане тоже ротор, преемственность какая-то, которая сохраняется, очень восхищает в этом плане. Но, опять-таки, это работа не одного года, это работа даже не одного десятилетия. Это очень все должно было работать, чтобы это все, так скажем, сохранить и привносить новых болельщиков. Поэтому... Хочем же такую вещь скажу по поводу брендовости. У ротора же недавно буквально появился новый партнер Альфа-Банк. Альфа-Банк, как мы все знаем, красный. Ну и, соответственно, на футболке появилась эмблема Альфа-Банка, то есть на сине-голубых цветах, исконно роторских, появляется красный спартаковский. И даже по этому поводу в соцсетях многие писали, весьма недовольные комментарии, что вот, да что же этот красный логотип, красная эмблема делает на синей футболте, на голубой футболте, на нашей роторской. Это же неправильно. Ну, с одной стороны, конечно, ну, даже нет. Соответственно, можно просто поулыбаться, потому что надо, наоборот, обрадоваться, что вот у ротора новый коммерческий партнер. Вообще, может быть, когда-нибудь в идеальном мире все футбольные клубы, вообще все спортивные и профессиональные клубы будут все-таки частными, но пока они сугубо государственные, то остается сразу же тому, что хотя бы вот эти партнеры появляются, с которыми можно делать коллаборации, которые все равно определенные суммы в клубную казну вносят. Это, опять же, вот они в небюджетные средства, которые можно пускать во благо. То есть это, конечно, плюс. И мне очень понравилась коллега Владислав Вдовин, у него есть в ВКонтакте паблик, который называется «А я люблю команду ротор». Он опубликовал фотографию Хвича Кварасхелии в футболке «Наполе», тоже голубая футболка, и тоже там какая-то красная эмблема. А спонсоры пишут, слушайте, да нормально красный логотип смотрится на голубой футболке. Хвича подтверждает. Поэтому к цветам, на самом деле к цветам, к эмблеме, вот даже взять вот эту нынешнюю эмблему ротора, она же тоже с тех 90-х годов, и когда менялось юрлицо, был период, когда ротор не мог пользоваться этой эмблемой, судились. Поэтому у нас очень трепетное отношение вообще ко всему, что касается футбола и ротора. И мне вот даже не помню, из какого города коллега задавал вопрос, а почему у вас все-таки там клуб умирал, возрождался, почему все равно называют ротор? А я вот честно не представляю, чтобы главный футбольный клуб Волгограда назывался не ротор. Вот вообще никак. Я никогда не представляю, чтобы условно, ладно, там Нижнему Новгороду проще, да, у них клуб так и назывался. В Нижнем Новгороде, на стадионе Нижний Новгород, домашние матчи проводил футбольный клуб Нижний Новгород. Ну, наверное, проще это добавить туда пари, переименоваться в пари НН, потому что все-таки не такие традиции, не такая история. А вот чтобы к ротору что-то добавить, ну, вообще никак не представляю, честно. Да, вообще тут даже не поспоришь, опять-таки, есть клуб с историей, потому что я тоже в Воронеж ездил, я тоже восхитился, как там болеют. Там просто город футбольный, Волгоград тоже город футбольный, поэтому мне лично хочется, чтобы Уфа дошла до этого момента, когда именно город будет футбольным. Пока, да, вот ты правильно говоришь, город хоккейный, сто процентов, потому что и, так скажем, люди властимущие, они любят хоккей, как бы, и, опять-таки, мне кажется... Климат, опять же, климат он более хоккейный, чем футбольный. Согласен, согласен, но так уж путцов, что я люблю футбол, и поэтому желаю все-таки больше футболу, чем хоккей, вот, но это мои личные, как бы, предпочтения, вот, ну, и мне кажется, футбол все равно, он более, ну, в жизни страны и так далее, это все-таки спорт номер один, там, хотя многие пытаются где-то оспорить, потому что у нас сейчас, например, идет тренд на борьбу, ну, в республике, если смотреть Башкортостан в разрезе. Это нормальная история, но все-таки футбол, это самый международный вид спорта, куда более международный, нежели хоккей, потому что, смотри, где может быть культ хоккея, кроме России и Канады, да, возьмем? Даже Соединенные Штаты, это больше культ американского футбола, в общем-то, все, а культ футбола, он, по сути, везде, поэтому, понятное дело, что в отдельных регионах, и ввиду климата, и ввиду многих других факторов, там, предпочтение может отдаваться хоккею. Кстати, даже вот в Красноярске, мне тамошний коллега Антон Сазонтов говорил, что местный клуб «Сокол» хочет уже в континентальную хоккейную лигу заявляться на следующий сезон, поэтому, возможно, Енисею немного пострадает, потому что основная часть бюджетных денег, направленных на спорт, идет на хоккей. Поэтому Енисею достанется меньше. То есть такое возможно. Но если брать в общем и целом, то, конечно, футбол ведь спорта номер один, и здесь никаких вариантов других быть не может. Да, не поспоришь, не поспоришь. Плюс футбола для меня все-таки, хотя вот для нас с вами это не очень хорошая история в плане вылета, а с КХ, если у тебя есть деньги, ты не вылетишь, то есть ты максимум в плей-офф не попадешь, да, вот именно вот эти драмы. Почему, кстати, вот, ну если у тебя когда-нибудь, ты когда увидел название моего канала, фильмский Сандерлин, только оно из-за этого, потому что Сандерлин вылетал как раз-таки подряд, и документалка была на Нетфликсе, то есть у меня название от этого произошло, потому что мне очень понравилась эта документалка, я, конечно, не хотел это вживую, эти эмоции испытывать, но вот так вот получилось двойной вылет, это было по сердцу моему, наверное, это было очень такое, очень болезненно, так скажем, было переживать это, тем более находясь на стадионе, и в день матча с Оренбургом, и в день матча с Кубанью, когда, ну, оба вылета, поэтому, да, да, но вот я к тому, что вот эта драма, она отсутствует КХЛ, ты, говорю, ну, ты не попадешь в плей-офф, да, но ты в любом случае, и матчей там очень много, что тоже немножко, ну, разбавляет, Вот я вот, да, немножко, возможно, я сейчас, болельщики хоккея там скажут, что я неправ, и у них есть аргументы наверняка, но я вот смотрю, в первую очередь, в страны, как футбольного болельщика, и сравниваю это с футболом, вот, поэтому для меня все-таки именно в плане какой-то драмы и конкуренции футбол стоит выше. Давай вот спрошу тебя, какие у тебя ожидания все-таки от сезона, понятно, что появились новички, наверное, хорошо, что у вас сохранился костяк, там, если брать по фамилиям, вот я могу ошибаться, что я, да, помню, это вратарь Аверкиев, при том Чегров у вас сыграл... Он сломался сейчас, он сломал сейчас Аверкиев, и, по сути, у вас сейчас взрослый вратарь, там не из молодежки, только Чегров. Да, но он, кстати, получал практику неплохую во время сборов, еще до травм Аверкиева, поэтому, ну, то есть он в тонусе, так скажем, да, у вас в последних матчах линия защиты практически не менялась, вот, тоже могу отметить. Ну, Гаджи Мурадов у вас остался, потому что, ну, в теории, я могу принять, что Урал бы мог попросить его обратно, но он у вас такая, что на десятку... Урал бы не попросит, это однозначно, я знаю, потому что пока, там же Гончаренко до сих пор, правильно, пока там Гончаренко и Гаджи Мурадов там не будет, это прямо вот, это однозначно, я надеюсь, никто на меня не обидится за то, что я об этом говорю публично, но я, как я понял ситуацию, она выглядит именно так, так что, скорее всего, Гаджи Мурадов в Урал сейчас не вернется. Ну, другое дело, что это футболист, которому, правда, многие могут заинтересоваться и в той же первой лиге, единственное, пугает, что у него тоже там были травмы, и сейчас тоже в конце сборов у него какой-то дискомфорт пошел, я надеюсь, что к началу сезона, к возобновлению сезона он все свои проблемы решит и будет в строю, потому что это, конечно, ну, прима команды, хочешь не хочешь, опять же, мы все любим футболистов, которые готовы взять игру на себя, которые эмоциональны, которые могут показать что-то, на что не пойдут другие, а Роматлан Гаджи Мурадов все-таки именно из таких. Согласен, вот как раз там немножко уколчик в вашу сторону, а у нас наш воспитанник Мегра Нагиян вот как раз в матче с ротором в Уфе показал вот эти нестандартные действия, забив два гола, там, притом, один удар очень красивый, как по мне, притом, мне удалось, на тот момент мне можно было находиться сзади ворот, и я прям, во-первых, запечатлел это на видео, и просто вот такие эмоции были очень, вот. Поэтому у нас тоже очень любят игроков, которые действуют нестандартно, поэтому в том сезоне, например, Кассентуру признали лучшим игроком сезона, ну и вообще вот, в принципе, людей, которые забивают, тот же Агаларов, да, который забивал, его супер сезон был, хотя, несмотря на вылет, вот, любят у нас таких игроков, да и у вас тоже, опять-таки, если взять. Да везде на самом деле любят? Ну, конечно, конечно, ярких, вот на них и приходят люди на стадион, и хайлайты, особенно сейчас с развитием соцсетей, там, таких людей. Я вот поэтому стараюсь часто делать акцент не на них, а на игроков защиты, например, которые очень много дают команде на самом деле, да, либо, там, опорных, ну, центральных полузащитников, может, они не так на виду, но именно в плане пользы команды они приносят очень много, поэтому я вот иногда намеренно их выделяю как-то для себя, чтобы, и стараюсь следить именно за их игрой, как они там при переспостроениях, как они там, что-то меняется, вот, очень это интересно. Давай, знаешь, как за финалем, наверное, то есть от меня вопрос, потом, если у тебя будет вопрос, ты, естественно, задашь, вот. Вот, в течение пяти лет, как думаешь, Роттер выйдет в РПЛ или нет? В течение пяти? Хотелось бы. Такой ответ принимается? Да, конечно, конечно, нам всем хотелось бы. Я не думаю, что это случится там в течение двух или трех лет, но получается, что в идеале это за два года, да, сейчас в первую лигу, через год во вторую. Нет. В течение двух или трех это не случится, но в течение пяти, конечно, очень и очень хотелось бы. Очень, 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 очень хотелось бы. Ну, смотри, если говорить про реалии текущие, на текущий момент, конечно, выйти в первую лигу тоже будет большим результатом, с учетом того, что очень сильно сменилось, ну, на 80-90% состав. Вот, далее, я как вижу, если выйти в первую лигу, нужно как минимум два сезона для закрепления, потому что нужно в первый же сезон не вылететь обратно, во второй сезон это получается уже, ну, то есть формирование костика, там, и так далее, если мы берем долгосрочные проекты. И уже в третьем сезоне понятно, что все может повести, опять, если вот сейчас вспоминать историю, хотя вот опять, я думаю, что раньше это было немножко проще, сейчас очень усреднились команды, что в первой лиге, что во второй лиге, сейчас это одновременно вроде бы и легко, и одновременно сложно, потому что нету вообще аутсадьбу, сейчас посмотрите, Тюмень, да, где там наверху, если не ошибаюсь, находится, да, и любая команда может, опять-таки, за счет вливания в определенную сумму денежных средств, грамотного какого-то подхода страны менеджмента, и можно за сезон выйти там в тот же Динамо Хачкала, которую, ну, она с приходом, я считаю, что у нас многие в Уфе сейчас хейтят, так скажем, Шамиль Камилыча, но я считаю, что это грамотный менеджер, вот, поэтому с приходом его Гаджи в Дататроиц, которая была в первую половину сезона, она показала, что такое можно дать результат за короткое время, вот, опять-таки, правильный трансфер, опять, вот Уфа вылетела в том сезоне, но состав ее, я вот сейчас смотрю, состав на сентябрь того сезона, да это же... Он очень сильный был. Составом этим можно было решать задачи, тогда еще Фищенко не ушел, Плиев не ушел, и другие, Камилов был в составе, Жамальдинов начинал с нами сезон, то есть там вот составом этим можно было, если бы, ну, знаешь, вот, в течение всех обстоятельств, которые могли бы пойти не в минус, а в плюс, в итоге у нас все ушло в минус, вот мы вылетели, но вот этот состав не должен был вылетать, вот я так скажу, поэтому вот тут очень все, вот, непонятно, вот, поэтому в течение пяти лет, если Уфа будет в РПЛ, я буду считать это несомненным успехом, ну, просто, я не могу сказать, что я в это верю, прям, знаешь, вот, типа, это 100% случится, но 60%, но это при условии, если Уфа сейчас выйдет в первую лигу. Ну, и поддержка, если будет поддержка страны, там, правительства, министерства спорта, там, и так далее, тогда будет намного больше шансов это сделать, потому что при отсутствии поддержки Уфа, как по мне, может, в том, с тем же успехом через пять лет ее может не существовать, ну, вот, если объективно смотреть для меня. Вот в этом плане я восхищаюсь... Да, просто. Фактил, команда с историей, ну, как по мне кажется, где просто болельщики и общественность не даст умереть, вот даже несмотря на то, что вот у вас была смена названий, смена вот этого там, но команда сохранилась в итоге. Вот. Ну, и плюс у вас есть стадион. Ну, вы, да, создали новый ротор, помнишь, да, плакаты спасите ротор. Да, да, и самое интересное, что вот как раз Уфа можно найти ролик в одном из самых первых роликов Уфы в YouTube-канале. Это как раз Павел Лаликин и другие игроки таки спасите ротор. Вот, ну, было такое, да. Вот. Может, у тебя какие-то вопросы? Слушай, вот это вот для финала хорошо, это прямо вот дружба ротора. Уфу сейчас едет. Давай попытаемся, несмотря на то, что с того самого злосчастного сезона РПЛ, когда ротор вылетел, пошло такое противостояние Волгограда и Уфы, давайте все-таки сплотимся и давайте просто будем валять за красивый футбол. Понятно, что каждый за свою команду, но так или иначе перестанем просто поднимать тему этих градусников и тему того, что случилось тогда. Согласен. Я желаю, чтобы и твой клуб, и мой клуб, они все-таки в этом году решили свои задачи, вышли в Первую лигу, и тогда вообще вот вопросов не будет. Вот в следующем сезоне мы будем уже с теплотой, а не с негативом вспоминать о каких-то там моментах, которые были в прошлом. Полностью согласен. Ну, тогда предлагаю заканчивать. Я надеюсь, еще будут моменты. Вот, я говорю, может быть, в следующем сезоне, если мы будем в Первую лигу, мы также с тобой пообщаемся еще в более хорошем настроении, чем оно есть сейчас, потому что в любом случае первый этап, что для твоей команды, для моей, он закончился удачно. Притом, опять-таки, я сейчас могу вспомнить смену тренера, которая сыграла в плюс. Не всем смены тренера играют в плюс. Опять-таки, трансферы какие-то, они зашли, какие-то, так скажем, тоже сыграли в плюс. И сейчас обе команды закончили свои сборы, полномерно готовились. Смотрел вот фотографию Лугоград-арены на текущий момент, как она выглядит. Она выглядит прекрасно. То есть, как будто бы уже завтра можно на ней играть. Ну, то есть, газон так немножко растет. Там росинки, снег растаявший, он вода, как говорится. И вот очень мне понравилось, как на текущий момент Лугоград-арены. Я агрономом респект, я так скажу вашим. Ну, я что могу сказать? 3 марта в 15.00 ждем всех на этом прекрасном стадионе. Я надеюсь, мы посмотрим очень интересный матч. Да, согласен. Все, спасибо тебе большое за участие. Тоже успехов тебе. Тем более, возможно, ты будешь комментировать этот матч. Хотелось бы. Ну, и скорее всего, на следующей неделе уже будут назначения. Ну, я думаю, вероятность высока. Ну, отлично, отлично. Ну, все, тогда не буду тебя задерживать. Каждый занимается своими делами. Все, увидимся на футболе 3 марта. 17.00, скорее всего, по уфимскому времени. Вот, увидимся. Все, пока. Всем удачи, друзья. Любите футбол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok